В суде железнодорожного района вынесен приговор двоим жителям Хабаровска, которые ограбили магазин Евросеть и совершили разбойное нападение на павильон МТС. Рекордной в этом деле стала сумма ущерба – почти полтора миллиона рублей. Львиная доля этой суммы приходится на второе преступление. Сотовый салон в микрорайоне Большой Аэродром подельники посетили ранним утром, как только продавец вошла внутрь. Следствием установлено, что за полчаса до открытия в салон сотового связи зашли двое молодых людей. Свои лица обвиняемые прятали под солнце защитными очками. Под угрозой предмета, который сотрудница торгового павильона приняла за боевое оружие, обвиняемые потребовали отдать всю имеющуюся наличность. Это то, что записала камера, установленная в салоне. 36-летний Владимир Сергеев за стойкой связывает продавца веревкой. Его приятель Сергей Романов в это время надевает перчатки и начинает сметать товар с витрин. Списки похищенного и дорогие планшеты, и смартфоны попроще. Всего на 1 миллион 200 тысяч. Тремя днями ранее по точно такой же схеме преступники посетили салон Евросеть. Первый улов – 36 тысяч рублей и гаджеты стоимостью более 150 тысяч. В том случае применять силу и размахивать оружием нужды не было. Испуганный продавец не сопротивлялся. На разбой подельники пошли с пневматическим пистолетом. Угрозу для жизни – не представляющим. Именно на это и упирал в своей линии защиты один из подсудимых. Его 30-летний подельник от дачи показаний вообще отказался. Освоить добычу полностью сообщники не успели. Их задержали спустя сутки после разбоя на МТС. Часть похищенного имущества злоумышленники перепродали. А оставшуюся цифровую технику спрятали в вентиляционной шахте в комнате малосемейного общежития, в котором проживал один из фигурантов. Компания «Евросеть» осужденные остались должны 170 тысяч рублей. МТС – более полумиллиона. Признавший свою вину Владимир Сергеев приговорен к 9,5 годам заключения. Это его третья судимость после кражи и нарушения неприкосновенности жилища. Не имевший уголовного прошлого Сергей Романов отправится в колонию строгого режима на 11 лет. С места происшествия Надежда Томченко, Анастасия Кузьмина и Павел Рогатин.